Поехали! Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите Хроники Столяра-Любителя. И вот сегодня чем я хочу заняться? Я хочу сделать, казалось бы, банальную и достаточно всем известную вещь. Я хочу сделать на базе токарного станка тарельчато-шлифовальный. Но понятно, что сюда я сделаю тарелку с наждачной бумагой, а к ней нужен столик. Размеры я все приведу обязательно, своего варианта. Но главную задачу, которую я себе ставлю на сегодня, это сделать этот столик быстросъемным. Чтобы он быстро, легко сюда ставился, крепился и в то же время быстро убирался. А не как подручник или задняя бабка через торец станины. То есть столик должен сверху ставиться, фиксироваться и работать. Но начну, пожалуй, с шлифтарелок. Буду делать две штуки, поменьше и побольше. Первая будет на основе обычной опорной тарелки с липучкой. Из обрезка 50-й доски делаю бабушку диаметром 95 мм. И протачиваю посадочное углубление под патрон диаметром приблизительно 60 мм. Купил болт М14 на 40. Ну вот так вот, я думаю, будет достаточно, если он зайдет. Стало быть, вот тут у него шляпку надо утопить вот до этой глубины. Сейчас надо в 14-м добить насквозь. Идея такая, что берем тарелочку опорную с этой с липучкой. Болтик вставляем сюда. Вот по идее сейчас все должно встать достаточно жестко. Вот, все готово. 150 диаметр. Можно клеить бумагу. Можно в патрон зажим. Можно на разжим. Как удобно. Ну да, теперь сюда просит столик. А для вот этой бабушки сделаю опору диаметром 270 мм. Тяжелый, зараза, как же я тебя сюда клау? Черт. Пойдешь в дело. О! Поехали. Кстати, а поехали. Обещал сегодня с дочками в кино, так что я поехал. Вот эта бабушка, которая будет держать диск. А, минуточку, что я делаю? Давайте ее сначала клеем намажем. Так же удобней. Ставим, зажимаем. При помощи задней бабки ищем центр. Вернее, не ищем, центр-то у меня есть. Я его совмещаю с центром задней бабки. Диск встал на место. Саморезы 40 мм. Смысл в том, что будет дно из той же 15-й фанеры. Ну, это я обрезочек взял. И, естественно, круг над дном должен свободно вращаться. То есть, надо круг слегка подчистить, подциклевать. Ну что, просто берем... Упс. Это просто клей. Все, как я люблю. Переходим к механизму быстрой фиксации. Он состоит из нижней прижимной планки, в которую вкручены стопоры, фиксирующие ее в продольном и поперечном положении, а также сам зажимной болт с барашковой гайкой, создающий прижимное усилие. Вот эта деталь имитирует столешницу. Так, значит, вот эту вот вставную штучку помещаем на станок. За головку болта поворачиваем до упора. Саморезы уперлись так в поперечном положении нижней детали, вот так в продольном, когда мы помещали. Поперечное положение. И просто-напросто барашковой гайкой фиксируем столешницу к станине. Все, теперь только вместе со станиной шатается. Обратное действие. Отворачиваем барашковую гайку. Поворачиваем головку болта до продольного положения нижней детали. Вынимаем столик из станка. Вместо барашковой гайки делаю барашковый прижим. Сначала сверлю четыре малых отверстия сверлом форстнера. Затем коронкой с двух сторон извлекаю сам барашек. Делаю отверстие под удлиненную гайку и запрессовываю ее в тисках, добавляя немного суперклея. Изготовление стола начинаю с того, что из фанеры толщиной 15 мм напиливаю заготовки согласно моего эскиза. Вот он. Кому интересно, можно потом на паузе размеры посмотреть. Теперь для боковинок склеиваю фанеру вдвойне. Так будет более жесткая конструкция. А затем на циркулярке делаю пазы под внутреннюю переборку, которая отделит отсек пылеудаления. Теперь начинаю сборку корпуса. Использую в качестве прямоугольной базы угольник, зафиксированный на столе струбцинами. Собираю все на клей и саморезы. Все готово. Завязной карман готов. Сейчас вот здесь вот сзади нужно смонтировать крепежную систему, как на опытном образце. Ну и отверстие для пылесоса. Нормально подходит. Ну, вроде бы все. Надо пробовать. Во-первых, нужно поставить тарелку так, чтобы ее не било. Ну вот сейчас хорошо. Значит, берем столик. Вот эта штучка расположена вдоль. Вставляем. Ставим его на место, как он должен быть. И как мы и говорили, поворачиваем болт вправо до упора. И барашком подтягиваем все крепко. Дотуда пока можно. Вот, все. Я вот еще вот такие вот направляющие хотел приделать жестко, чтобы одевалась. Но, в принципе, столик и так держится очень жестко. Ну вот у меня гайка запасная. Она слишком толстая, глубокая. Вот до той металлической. Сейчас ее попробуем сточить. Ой, а что же я пылесос-то не включил? Ё-моё! У меня же есть специальные отверстия для пылесоса. Так. Так. Зверь машина получилась. Ставится быстро, а снимается. Отворачиваем барашек. Поворачиваем на 90 градусов болтик. Откнуется, отодвигаем и вынимаем. Все, стол демонтирован. Где-то из Китая едет ко мне чистилка специальная для наждачной бумаги. Жду. Ну что, на сегодня работа окончена. Столик быстросъемный готов. Тарельчатые диски тоже. Где второй? Вот если надо поменьше, то вот есть второй. 150 мм. Со съемными этими. Когда этот будет приходить негодность? Ну как-то буду отрывать, переклеивать. Сам пока не знаю. Ну что еще сказать? Ну главную цель, которую я себе ставил, это реализация быстросъемного механизма. Вот она сделана. Пожалуйста, все работает. Все быстро используется. И убирается. Хоп. И зафиксировали. Вот такая вот на сегодня работа. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте. Не забывайте подписаться на мой канал, потому что я работаю не только для себя, но и для вас. Большое спасибо за внимание. Спасибо за внимание.